МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка, также под огнём окраина Кировского района, Пески и Марьенко. Бои идут и в Красногоровке. Там, по данным местных жителей, сгорел жилой дом. На юге области в Саханке пострадал мужчина. Снаряды приземлялись в Широкине и Бердянском. Подробнее о ситуации на Донечене Светлана Павлюкова. В Петровском районе Донецка в результате обстрела осколочное ранение получил мужчина. Снаряды приземлялись во дворах многоэтажных домов. Смотрите, что тут, как и всё в дырках. Повезло бы, так бы у меня сегодня не было. Несколько было разовариваться. Прямых попаданий в Петровском районе также немало. Последствия обстрелов, которые здесь не утихают, показывают местные жители. Вот это всё завалилось. А двери, посмотри, тут видите, а тут выдело. А что ж живут человек? И на втором этаже все двери. И всё, на этом ничего. А что, что пенсионеры могут делать? В этом подвале, который местные жители сами оборудовали под бомбоубежище, живут 20 человек. Кто успевает прибегать, кто прибегает, пожалуйста, снимайте. И также в каждом доме вот такой подвал. Люди пытаются хоть как-то обустроить место, где вынуждены проводить практически все ночи. Сами поклеили здесь. Ну, понимаете, каждую ночь мы практически сидим здесь. Эти дома находятся на окраине Донецка. Дальше начинается Маринка. Местные возмущены. Говорят, об их существовании все забыли. Мы тут ещё живые. Жилплощадка ещё живая. Люди ещё тут живут. И качаются-то всё шахтным бомбоубежищем, понимаете? Они на то возят помощь, всё шахтное бомбоубежище. Но мы тут ещё, подождите, мы ещё тут есть. Из подвала вредка выходят и жители Горловки. В минувшие сутки северо-западные районы города вновь подверглись обстрелам. Поначалу вроде как-то потихоньку, а сейчас вот возобновилось. По-моему, даже сейчас ещё страшнее. По предварительным данным, в результате вечернего обстрела в городе разрушены три девятиэтажки. Информация о пострадавших уточняется. Ожесточённые бои продолжаются в Маринке и Песках. Это местная музыкальная школа, а точнее то, что от неё осталось. Снаряды повредили крышу, снесли несколько стен. На полу усыпаны обломками музыкальные инструменты. Сцена, зал, всё, что от него осталось. Здесь приступали раньше. Концертный зал. В результате боёв, которые ведутся в посёлке уже больше года, целых строений практически не осталось. Живут ли здесь ещё люди, неизвестно. Минному обстрелу накануне подвергся посёлок Бердянское. Огонь открыли в полночь. Трое местных жителей находились в этом доме. Теперь в нём нет ни крыши, ни окон. Да и мебели практически не осталось. Мины разрывались прямо в доме. А мы обнялись уже. Я пою. Врагу не сдаётся. Нас гордый. Огнял её. Нет. Тут валится. Пошла. Туда попала. А мы лежим. Я пою песню. Она поет, поет. Жену Владимира пришлось отпаивать успокоительным. А маму увезли с контузией. Военные прибегли. Их спасли. Было бы три трупа. А тут утром мне приезжали. В шоке. Не дай никого. Спасибо забрали военные. Хлопцы. И скоро помощь от вызвала ей. В больницу надо. Сейчас будем уехать. Что там? 85 год старушки. До этого обстрела в Бердянском оставалось около 30 жителей. Из-за возобновившихся боевых действий некоторые из них решили уехать. Стеречь дом Владимир оставляет пса. Возить его просто некуда. Не обижайся, Барси. В минувшие сутки на юге области также было неспокойно. Под огнем Богдановка, Старогнатовка и Широкино. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Светлана Павликова, телеканал Донбасс. И прекращаются обстрелы станицы Луганской. Снаряды падают на жилые районы. Ночью сгорел частный дом. Еще несколько зданий повреждены осколками. Уже неделю тут нет электричества. Мобильная связь и вода появляются с перебоями. Как в таких условиях выживает мирное население, видели наши корреспонденты. Этот дом загорелся после прямого попадания снаряда. Произошло это после полуночи, но пламя видно до сих пор. Пожарные приехали слишком поздно, говорят очевидцы. От дома остались лишь раскаленные кирпичи. Эта женщина всю ночь просидела в подвале соседнего здания. Пламя горело, ну факелом. Факел горел. Сначала горел дом, а потом воспламенился газ. Погорельцы пришли на пепелище сегодня утром. Говорят, ночевали у родственников через несколько улиц отсюда. Если бы остались дома, то до утра не дожили бы. А что дальше? Я не знаю. Если поможет администрация, значит... А что дальше? Я не знаю. Мы бомжи, можно сказать. Всё. Сегодня в станице около 300 разрушенных домов. Ещё 3000 повреждены осколками. Всем и сразу помочь не смогут, говорят в администрации района. На сегодняшний день пока действительно помощь оказать мы не можем. Вот рассматривается это на государственном уровне компенсации этим людям. Сейчас мы можем предложить, если люди нуждаются в жилье, то есть у нас места, где мы можем временно расселить данных людей. Эти места – дом престарелых и больница, где уже неделю нет электричества. Здесь спасают жизни. Это операционная. Но сейчас она обесточена. Медикам выделили генераторы, но включают их лишь на время экстренных операций. Здесь есть аварийное освещение, которое работает от генератора. В этом году мы сделали, восстанавливая больницу, сделали аварийное освещение. Электричество отключили на неподконтрольной Украине территории. Сейчас местная власть ведёт переговоры с Луганском. Но пока безуспешно из-за отсутствия света, перебои с подачей воды и мобильной связью. Такая ситуация встанется уже неделю. Ростислав Сысоев, Алексей Ковалевский, Андрей Лыс. Специально для телеканала «Донбасс». После затишья село Михайловка снова оказалось под обстрелом. Уже год в населённом пункте, который находится на неподконтрольной Украине территории Луганщины, нет централизованного водоснабжения. На днях там пропал и свет. Анастасия Пугач подробнее. В селе Михайловка возле Перевальска последние несколько дней было неспокойно. В погребах прячемся. Оборудовали подвал себе и сидим там. Пережидаем. Сегодня даже ночевали. С дочкой вот. Только первый грохот. Я не знаю, с какой стороны мы услышали. Я говорю, давай бежать. Пока бежали, уже распадали. Оно летит. Я смотрю, летит уже над нами. Женщина говорит, ей повезло. Вместе с семьёй успела выбежать из дома за пять минут до того, как туда влетел снаряд. Осколки повредили стены. Взрывной волной выбило оконные рамы. За пять минут мы буквально выскочили. Даже телевизор не пострадал. Я удивляюсь. В селе уже год нет централизованного водоснабжения. Мы ездим на Крыничку, ездим сами. Сами на Крыничку. Сами на Крыничку. А где как? У нас машина есть. И ездим туда ездим. На Павловске ездим. Первомайск. А света, да. Воды нет, света нет. Люди вот такие, как я, пенсионеры уже. Куда я поеду? Все пожилые остаются. Молодёжи нет. За время боевых действий в селе Михайловка повреждения получили два десятка домов. Анастасия Пугач, телеканал Донбасс. Три с половиной миллиона продуктовых наборов мирным жителям Донбасса раздал гуманитарный штаб Рината Ахметова за 10 месяцев работы. В июле грузовики с гуманитарной помощью будут отправляться каждый день. Утром в Донецк выехала первая в этом месяце колонна 22-го гуманитарного рейса. Сейчас они уже проходят пункт пропуска вблизи Волновахи. Репортаж Ольги Ластовецкой. Утром из Днепропетровска в Донецк отправились первые 14 грузовиков 22-го гуманитарного рейса. Везу сахар в город Донецк. Гуманитарную помощь ведём. Эта колонна должна доставить в логистический центр на Донбасс-арене 280 тонн продуктов. Из них сформируют 30 тысяч наборов выживания. Мы рассчитываем, что сегодня она пройдёт таможенный досмотр на контрольном пропускном пункте Волноваха. Вечером будет разгружена на Донбасс-арене. И уже с утра волонтёры приступят к формированию наборов для выживания. Из-за очереди на пунктах пропуска и отсутствия зелёного коридора для гуманитарных грузов, штаб Ахметова не смог в июне довести половину продуктов для социально незащищённых категорий населения. Помощь не получили вовремя 226 тысяч инвалидов и пенсионеров. Более 13 тысяч детей до двух лет. Люди в отчаянии. Цены выросли. Пенсии у нас пропали. Пункты выдачи работают только в Донецке. Ежедневно за наборами выживания выстраиваются очереди. Ведь для многих нуждающихся эти пакеты с продуктами – единственная поддержка. Пенсионерка Альбина Павловна пришла за едой впервые. Все запасы кончились. Денег нет. Я думаю, что это спасение. И помощь огромная. Потому что всё тяжелее и тяжелее. За 10 месяцев работы гуманитарного штаба количество розданных людям набора выживания достигло 3,5 миллионов. Нам, кому-кому, а пенсионерам трудно. Очень трудно будет. Доставка – это самое главное. Только Ренат нам помогает. Больше никто. Ренат, Ренат, Ренат. Дай Бог ему счастья. Чтобы восстановить работу всех пунктов выдачи помощи, в июле штаб Ахметова доставят в Донецк два гуманитарных рейса. Это позволит сформировать 450 тысяч продуктовых и 39 тысяч детских наборов для мирных жителей Донбасса. Ольга Лостовецкая, Владимир Конопля, Данил Киреев, телеканал «Донбасс». Пропускной режим на линии разграничения в зоне боевых действий может быть пересмотрен. В ближайшие дни об этом заявил заместитель командующего операции Сергей Галушка. Впрочем, после запрета автобусного сообщения с неподконтрольными территориями очередного упрощения люди боятся как огня. Какова ситуация на пунктах пропуска сегодня, видели наши корреспонденты. За две недели существования упрощенной системы пересечения линии разграничения ситуация на пунктах пропуска лучше не стала. Здесь увеличилось количество машин и микроавтобусов. Теперь только этому транспорту разрешено проезжать через линию фронта. Чтобы выехать из Горловки, люди часами стоят в километровых очередях. Вместе со стариками, детьми и даже инвалидами. Ехать без очереди решаются не все. Еще сложнее пешеходам. Автобусы с неподконтрольной Киеву территории до блокпоста пограничников не доезжают 17 километров. Это расстояние людям приходится преодолевать либо пешком, либо на маршрутке за 100 гривен. Местных пограничников люди уже научились делить на хороших и плохих. Бывает смена хорошая. Вот пожены как-то подходят там, выводят, подъезжают человек и отпускают. Ну, видно, сейчас и сегодня смена не такая. Все от смены зависит. Путь из Донецка до украинского пограничного поста для семьи из трех человек обходится в немалую сумму. Здорово. Ездить не сюда, да, еще 350 гривен обошлось. Да, если из Донецка, да. Из Донецка. Только сюда? Только сюда. Сколько? 750. А отсюда? А отсюда еще до Красноармейска, я не знаю сколько. А как? У меня билет. Там маршрутки стоят. За блокпостом вместо автобусов, уставших и изможденных украинских граждан, ожидают таксисты, предлагающие свои услуги. Артемовск, 2, 26. Красноармейск, Красноармейск, Константин, Агроматорск. До центра Артемовска здесь всего 6 километров. Но стоит такая поездка по 20 гривен с человека. Те, кто возвращается в неподконтрольные города, также надеются, что за блокпостом и встретят автобусы. Дружка, а как вы с этим идти? Не знаю. А далеко вам? Далеко, но здесь еще будет. А там кто-то встречает? Оттуда на автобусе и домой. Но автобусов там может и не быть. В штабе АТО, где издали приказ, запрещающий автобусное сообщение, просят людей потерпеть несколько дней. Якобы приедет высокий чиновник и представит новые упрощенные правила. Пока вопрос открыт, но я пока не имею права озвучить. Но я думаю, через 2-3 дня здесь у нас будут гости, которые будут внимательно изучать функционирование этой системы непосредственно на месте. Давайте наберем все терпение, подождем пару дней, может быть, какие-то заявления, решения еще будут озвучены. В Донецкой облгосадминистрации запрет на автобусное сообщение не спешат комментировать, но говорят, что пропускному режиму есть альтернативы. Однако внедрять их у нового губернатора нет полномочий. На жаль, мы можем только пропоновать, а не вырешивать. И это проблема. Если бы нам делегировали эти полномочия, я думаю, что мы быстрее разрулили бы эту ситуацию вместе с СБУ, прикордонниками и другими силовыми структурами. Чиновник предлагал центральному руководству создать не базу данных мирных жителей, а наоборот, списки подозреваемых в преступлениях. Тогда для пересечения линии разграничения достаточно было бы одного украинского паспорта и устройства для его сканирования на пункте пропуска. Но стоить внедрение такой системы, по словам губернатора, может до 30 миллионов гривен. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». У службы безопасности Украины новый глава. Им стал Василий Грицак. Его кандидатуру внес накануне в парламент президент Пётр Порошенко. Запроголосовало подавляющее большинство депутатов Верховной Рады – 340 человек. Ранее Грицак был заместителем теперь уже бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко. И с июля прошлого года возглавлял антитеррористический центр. Новым назначением остались довольны не все депутаты. Рек, который провел Василий Сергеевич в АТО, действительно даст ему возможность сегодня иначе оценить эту посаду. Потому что он не паркетный уже сегодня генерал. Он та людина, которая понюхала порог. Все знают, что СБУ разом с другими правоохранными органами делит ответственность за распад контрабанды и за продаж перепусток, которые стали новым видом коррупции, породженной этой войной. И сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Игоря Шевченко. За проголосовали 235 народных депутатов. На этой должности Шевченко пробыл 7 месяцев. Написал заявление об отставке и министр здравоохранения Александр Квиташвили. 15 миллионов евро на потребности переселенцев из Донбасса выделит Европейский Союз. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилеонидис на встрече с премьер-министром Арсением Яценюком. По словам главы правительства, в Украине зарегистрированы 1,3 млн вынужденных мигрантов. Еврокомиссар заверил, что ЕС намерен и в дальнейшем помогать украинцам. Переселенцев будут бесплатно консультировать и оказывать им правовую помощь юристы и специалисты социальных служб. В Красноармейске стартовал пилотный проект под одной крышей. Его разработала Донецкая военно-гражданская администрация. Вынужденные мигранты смогут также получать помощь в трудоустройстве. Нина приехала в Красноармейск из Авдеевки. Официально трудоустроиться здесь переселенка не смогла. Лишь несколько дней назад нашла временную подработку продавцом. Говорит, при фронтовых городах вынужденным мигрантам тяжело с поиском работы. Не официально трудоустроилась. Хоть какой-то заработок. Даже местным работы не всегда хватает. Долго искали довольно-таки. Теперь прибывшим в Красноармейск безработным переселенцам будут оказывать помощь не только в трудоустройстве. Каждую среду в помещении центра занятости представители соцслужб будут помогать вынужденным мигрантам в оформлении документов. Проект назвали под одной крышей. Здесь будут представители пенсионного фонда, который я назвал, отделы социального обеспечения, службы занятости, миграционные службы. Все органы, которые призваны обеспечивать возможность решения вопроса социально незащищенной категории. Кроме того, безработных переселенцев будут бесплатно консультировать юристы. Вынужденным мигрантам смогут оказать правовую помощь в восстановлении документов, в том числе трудовой книжки. Если нет документов при себе, трудовой книжки, паспорта, мы можем проконсультировать, куда обратиться, чтобы получить документы, удостоверяющие личность. И что нужно сделать для того, чтобы зарегистрироваться в службе занятости при отсутствии трудовой книжки. Тем временем местные жители уверяют, найти работу в Красноармейске в последнее время непросто. Одной из причин горожане называют большой наплыв переселенцев. Много беженцев у нас в городе, и уже все занято, все, что можно. Юлия больше года пыталась самостоятельно найти работу. Однако поиски не увенчались успехом. Пришлось стать на биржу труда. В центре занятости девушки предложили вакансию уборщицы. Пыталась я сама своими силами найти работу, но мне не получилось. Я обратилась в центры занятости, они мне помогли тут трудоустроиться. На время летних каникул студенты, которые приехали из зоны боевых действий, пытаются найти временную подработку. Можно работать продавцом, то там 1200 месяц. Ну это такое, самое минимальное. Но если раздавать флайера, то там, конечно, 50 гривен в день можно. Каролина учится в Донецком национальном техническом университете. Говорит, стипендий не хватает. Вместе с подругой будущие инженеры подрабатывают. Мы подрабатываем официантками в кафе. Утром пришли в институт, вечером пошли на работу. Так получается, там время как раз позволяет. Со временем боевых действий в Красноармейском центре занятости зарегистрировались свыше 700 безработных. Почти 100 из них – переселенцы. Елена Витек, Владимир Пельгук, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова